Всем привет! Меня зовут Екатерина Токт и сегодня мы с вами сошьем детский свитшот по выкройке Лины Патыковой свитшот фатин. Свитшот среднего объема, длинный вточной рукав, выполнен из фатина. По окату рукава сборка, по низу рукава манжеты. Горловина обработана обтачкой, по низу изделия притачной пояс. Горловина, манжеты и пояс выполнены из кашкарсе. Ссылки на выкройки и магазин ткани оставлю в описании под роликом. Первым делом печатаем лист, где есть проверочный квадрат. Измеряем его. Если все хорошо, печатаем остальные листы и склеиваем выкройку. Давайте их рассмотрим. Деталь переда. Раскроить нужно одну деталь со сгибом. Метки все перенесите. Деталь спинки. Также нужно раскроить одну деталь со сгибом. Деталь рукава. Раскроить нужно две детали в зеркальном отражении, краем из фатина. По окату есть данные о сборке. Деталь пояса свитшота. Раскроить нужно одну деталь со сгибом, краем из кашкарсе. деталь манжета рукава раскроить нужно две детали деталь обтачки горловины раскроить нужно одну деталь со сгибом метки перенесите а для работы нам понадобятся иглы для трикотажа нитки в цвет шить буду из футера двух ниткам полотно я не стираю а только утюжу утюгом с паром и после декотировки раскрою у вас должно получиться деталь переда со сгибом метки перенесите деталь спинки со сгибом рукава я буду кроить из фатина с бабочками вы можете использовать любой другой фатин данный фатин я покупала магазине потыкова ткани перед кроем фатин я не стирала только прошлась паром от утюга предварительно обязательно подберите подходящий температурный режим вашего утюга на отдельном отрезе и так у вас должно получиться два рукава в зеркальном отражении пояс манжета и горловины краем из кашкарсе слишком плотно кашкарсе я брать не советую берите средней плотности кашкарса я также не стираю а только утюжу утюгом с паром и после раскрою должно получиться деталь пояса со сгибом 2 детали манжеты и деталь обтачки горловины со сгибом приступим соедините деталь спинки и переда лицом к лицу состыкуйте плечевые и боковые срезы скалите булавками источайте все эти срезы на оверлоке а Все швы приутюжьте, плечевые и боковые швы заутюжьте на сторону переда. Обтачку горловины согните пополам лицом к лицу и состыкуйте короткие срезы. Скалейте булавкой и стачайте на верлоке. Шов стачивания приутюжьте, припуски заутюжьте в разные стороны на месте сгиба. Согните обтачку пополам изнанка к изнанке, состыкуйте шов стачивания, припуски разведите в разные стороны. Состыкуйте свободные срезы обтачки, состыкуйте метки перенесенные с бумажной выкройки, скалейте все булавками. Обтачку можно аккуратно приутюжить, соедините обтачку с изделием лицом к лицу. Шов стачивания обтачки состыкуйте с меткой центра горловины спинки, а оставшиеся метки на обтачке состыкуйте с меткой центра горловины переда и с плечевыми швами. Скалейте все булавками и стачайте на верлоке, равномерно растягивая только обтачку. Приутюжьте, припуски заутюжьте на изделие придайте форму обтачки. Шов горловины спинки можете закрыть удобным для вас способом, можете кулиркой либо гипернолентой. Я закрывать не буду, просто в дальнейшем отстречу на распашивальной машине. Переходим к рукавам. Детали рукава из фатина согните пополам лицом к лицу и состыкуйте боковые срезы. Состыкуйте все метки, скалите булавками и стачайте на оверлоке. Для фатина на оверлоке я буду использовать обычную 4-х ниточную строчку. Строчку стачивания приутюжьте и желательно это сделать через проутюжильник. Теперь по окату рукава от метки до метки проложите две параллельные строчки на швейной машине. Длину стежка поставьте на максимум, закрепки не ставьте. Оба рукава подготовили и сейчас будем втачивать рукава в закрытую пройму. Выверните рукава на лицевую сторону и изделие остается и с изнаночной стороны. Вставьте рукав в изделие лицом к лицу. Состыкуйте боковой шов изделия и боковой шов рукава припуски разведите в разные стороны, зафиксируйте булавками. Состыкуйте срез оката рукава и срез пройма изделия. Состыкуйте метки, скалите булавками. Метку верха рукава состыкуйте с плечевым швом, зафиксируйте булавками. Далее аккуратно стягивайте две строчки, собирая сборку. Длина сборки должна быть равная пройме изделия от метки до метки. Когда сборку соберете с одной и с другой стороны, ниточки завяжите в узелки, чтобы сборка не распустилась. Субтитры делал DimaTorzok Скалите все булавками и сточайте на верлоке. Все отутюжьте и переходим к обработке низа рукавов и низа изделия. Пояс свитшота согните пополам лицом к лицу и состыкуйте короткие срезы. Скалите булавками и сточайте на верлоке. Для экономии времени можете то же самое сделать и с манжетами. Манжеты рукава согните пополам лицом к лицу, состыкуйте боковые срезы, скалите булавками и сточайте на верлоке. Шов стачивания при утюжке припуски разутюжьте в разные стороны на месте сгиба. Манжету рукава согните пополам изнанка к изнанке, состыкуйте шов стачивания, припуски разведите в разные стороны. Ставьте манжету в рукав лицом к лицу, состыкуйте шов стачивания рукава, со швом стачивания манжеты зафиксируйте булавкой. Найдите противоположную метку от швостачивания манжеты и поставьте метку. Также найдите метку центра рукава и соедините эти метки булавкой. Теперь стачайте эти срезы на верлоке равномерно растягивая только манжету. Если вы новичок, то я советую по низу рукава проложить две параллельные строчки на швейной машине. Закрепки не ставьте и длину слишком сделайте на максимум. Далее соберите сборку низа рукава длиной свободного среза манжеты. И далее также вставьте манжету в рукав, зафиксируйте булавками и стачайте на верлоке. То же самое и с поясом. Согните пояс пополам изнанка к изнанке. Состыкуйте шов стачивания, припуски разведите в разные стороны. Вставьте пояс в изделие лицом к лицу. Состыкуйте свободный срез пояса и нижний срез изделия. Состыкуйте все метки, скалите булавками и равномерно растягивая только пояс, стачайте эти срезы. Шов стачивания при утюжке, припуски за утюжке на сторону изделия. Нам остается отстрочить горловину. У распошивальной машины я оставлю только одну иглу, в моем случае левую. И цепным стежком застрачу припуски на изделие. На бытовой швейной машине такая строчка не получится, при носке она будет лопаться и рваться. Отутюжьте ваш свитшот и он готов. Ставьте хэштег потыковав фатин. Отмечайте нас в ваших соцсетях. Всем спасибо за просмотр и всем красивых свитшотов!